С 1 июля у всех государственных аптек, краевых и муниципальных, начнутся тяжелые времена, говорят эксперты фармацевтической отрасли. Эту проблему обсуждали сегодня провизоры и фармацевты из регионов России, в том числе Томска, Ярославля, Москвы, на межрегиональной научно-практической конференции в Барнауле. Вступают в силу изменения в закон, согласно которым аптеки будут обязаны приобретать лекарственные препараты через аукцион. Таким образом, потребители лишатся возможности выбора. Я считаю процедуру абсолютно дикой и необходимостью, потому что что такое аптека? Аптека – это большой ассортимент. То есть вы можете купить инолаприл за 20 рублей, а хотите – можете купить его за 2 рубля. У вас просто этого не получится, потому что будет лежать какой-то один инолаприл. Это будет скудость вообще всего. Это просто совершенно, мне кажется, такое безграмотное предложение. Специалисты отметили проблему всех регионов обеспечения населения необходимыми лекарствами. На территории нашего края 59 районов. Но далеко не в каждом селе работают аптеки. Лицензии на продажу препаратов есть у местных ФАПов. Однако в некоторых деревнях и они отсутствуют. Участники конференции высказали предложение запустить так называемые мобильные передвижные комплексы. После этой встречи будет сформирована резолюция, которую направят в Национальную фармацевтическую палату и в Министерство здравоохранения края.